МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она является шеф-редактором телеканала. И именно она делала, буквально было еще 3-4 человека, которые и сделали этот первый эфир. На праздник прийти не смогла, но все-таки, как и 20 лет назад, вышла в прямой эфир. Жанна Набок на видеосвязи со студией, чтобы рассказать о том самом первом прямом эфире и команде, которая над ним работала. В ее составе Давид Сидеманидзе, главный инженер, без которого вещание было бы невозможным. Он привык оставаться за кадром. Ради юбилея ОТВ сделал исключение. Я хочу искренне, от всей души вас поздравить с настоящим юбилеем. Вы настоящие профессионалы. Вы всегда везде, в хорошем и в трудном, но от вас идет абсолютно искренняя и правдивая информация. Это очень важно. Работа в режиме 24 на 7, без выходных и праздничных дней. Корреспонденты и операторы готовы отправиться на съемку в любую точку Одинцовского округа, чтобы сообщить телезрителям последние новости. Но без шеф-редактора, режиссеров монтажа, звукорежиссеров и видеоинженеров сюжет не выйдет в эфир. Телевидение – это командная работа. Мы снимаем о вас и для вас. Огромные слова благодарности от ветеранов, участников Великой Отечественной войны, за ту трансляцию, за ту съемку, за то присутствие вас на всех знаковых территориях Салюта Победы, когда вы выезжали с нами во все города-герои. И вот это не оценить ничем. Действительно, это архив, это память, это жизнь ветераны смотрят. Праздник в кругу телезрителей и, конечно, в прямом эфире. Телефонные звонки, пожелания и поздравления в социальных сетях и гости в студии. Лучшего подарка на юбилей, пожалуй, и быть не может.